На сущных вопросах на заседании Комитета по строительству ЖКХ и тарифам на этом заседании рассмотрели немало. К примеру, ход капитального ремонта многоквартирных домов или стимулирование жилищного строительства в регионе. Чиновники отчитывались о вполне положительных результатах. Вот только депутаты обратили внимание, что при реализации госпрограмм всегда имеется небольшое недовыполнение, недосвоение средств и тому подобное. К примеру, такая ситуация и с обеспечением жильем молодых семей. Программа принята на выделение средств на приобретение молодых семей, значит, улучшение жилищных условий. Выделены деньги, и вдруг они не освоены, и деньги возвращаются. Ну что это такое? Ну кто за этим должен следить, как не руководитель района, как не руководитель муниципального образования? Поэтому я думаю, здесь в первую очередь персонально они должны нести ответственность и спрашивать руководство области, должно с них. Особенно жаркое получилось обсуждение минувшего топительного сезона. Законодатели указывали на множество жалоб жителей Новосибирска на высокую температуру батареи отопления и на частые аварии водоводов. Пришли к мнению, что существует некая несогласованность между энергоснабжающей организацией и потребителями. Несогласованность, значит, с сибирской генерирующей компанией, которая должна объединить в себе все подразделения, которые занимаются своими функциями. Кто занимается подачей тепла, кто занимается регулированием и так далее и тому подобное. Все вопросы необходимо решить до наступления нового отопительного сезона. А для этого необходим диалог, который сибирская генерирующая компания должна вести со своими партнерами и клиентами. Я прошу, чтобы они провели вот такую встречу и совещание и конкретно рассмотрели те вопросы с теми предприятиями, которые непосредственно отвечают за подачу тепла и которые отвечают за регулирование температурного баланса. После того, как разбор полетов прошедшего отопительного сезона в комитете ЗАГС Собрания состоялся, новосибирцам можно надеяться на то, что тепло в их квартиры придет вовремя и надолго.